I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, Министерство Трансляций, и мне пришла в голову одна тупая, но гениальная мысль. А что если нам сделать вот так? Надо максимально в эту сторону привлечь рыб. Чтобы у меня потом как можно больше времени было на дохождение до вот этой штуки. Теперь они будут плыть аж от самого крайнего... от самого края того. Ёлки. Да вы нафиг издеваетесь. Нет! Балка сломается, да? Мне как бы на это, в принципе... Нету во мне ничего человеческого, успокойся. Приятного аппетита! Дед лист кетч, очивочка приехала. Так... О, они не должны больше за мной гоняться, значит мне все-таки придется как-то тот рычаг нажимать, но как, если подо мной сломалась балка? Я не знаю как... А, туда нельзя. Значит, можно сюда. Я тут стоппера не вижу просто. Да. Да. Все-таки есть. Оба! А как и куда мне теперь? Дырь! Да как ты сломался? Это я тебя еще не скинул! Да блин, это каждый раз от тебя это слушать. Ах! Я могу! R? Нет! Я забыл, что R это перезапустить уровень, я думал, что R это скипнуть диалог. F это скипнуть диалог, да? Хватит! Я не хочу! Нет, нет, я тебе сейчас с удовольствием прямо скормлю, не просто скормлю, а ты ваах! Нет во мне ничего хорошего, особенно после такого хода разработчики, спасибо. Так, толкаем ящики, потом наша задача не сломаться. Когда мы будем падать! А падать мы, видимо, будем. Так, милочку, так, разбиваюсь. Отлично! Так, а рыбы же больше не должны за мной гоняться, или че? Ну, мне сюда, я понимаю. Там же можно было... Погоди, там можно было еще и по верху пройти, что-то... Я полезу, посмотрю, мне просто интересно. Я не знаю, правда, какие-то... А, я туда уже не долезу, все, я понял, забейте. Нужно было сразу туда идти. Сейчас мне просто... Можно было как-то это все сделать... А-а-а! Второй проход это, видимо, был, если сделать, не убивая девушку. Все, я понял. Ну, как бы, это не про меня. Что это? Андеркук, ты еще одна девочка вылезла. Последний тест завершен. Великолепный результат. Путь дальше открыт. Наверное, это хорошо. Блин, я не подозревал, что я так близко к окончанию третьего эфира. Видимо, по верху был какой-то второй путь, не убивая девушку. Я просто даже не пытался его искать. Я думал, что... Ладно. Поздравляем! Ты оправдал наши ожидания. Ну, то, что я стал хладнокровным убийцей, следуй за мной. Миночка, я убил чувака на крокодиле, я убил девушку на лифте, убил девушку на доске. Сколько людей я убил? Именно убил прям. Реконструкция. Последний тест. Оу. Мы что, типа, к финалу, что ли? Приближаемся. Куда делся этот ученый? Ну, вон, следы есть. Он же был совсем рядом. Добро пожаловать на последний уровень. Того, кто выживет, ждет вечная слава. Ничего не понимаю. Я же видел, как ты умер. Ты глупец. Думал, ты единственный, кто играет свою роль? Джо, серьезно? Ну, да, наверное. Но мне так и не дали роль. Ха, Ив прям глупец. Я считал тебя другом. Именно. Довольно. Правила предельно простые. Кто первым доберется до вершины горы, победил. Ох. А другой не победил. Ну, это логично. За синюю команду выступает конкурсант, известный под кличкой Рыжий. За красную команду выступает конкурсант, известный под кличкой Джо. Обычно за красных никто не выступает. Но благодаря стараниям Рыжего, Джо получил место в красном лагере. Спасибо, босоногий. Судьба бывает жестокой. Перед началом состязания У нас есть традиция. Победитель прошлого сезона раскидывает конфетти. Приветствуем господина уборщика. Состязание началось. А почему у него фора? Вы чё? Почему у него фора? Почему он на лифте? Вы не офигели там, случайно? Да-да-ф... Ну зачем? Это, я так понимаю, вообще ни разу не на время, да? Я думал, что мы сейчас будем гнаться на время. А тут вроде как уже всё решено. Чувак на лифте уехал. Вот досада-то, босоногий. А... А что, блин? Нет, это на время. Так вы... А как? А что? А что? А что ж ты не долетаешь-то, дружище? А, вон он! А-а-а-а! Ну хотя бы с этого места. Сдавайся, босоногий. Я там буквально пару секундочек не успел. Да ну долетишь, пожалуйста! А-а-а! Ёлки, это тяжело, это тяжело, это тяжело, это тяжело! Да ну, да что ж с тобой не так-то? Я ж в последнюю секунду прыгаю, ну вы чё? Ну зацепись! А когда мне прыгать? Погодите, я чё-то не понимаю. Ну вот сейчас зацепился, до этого прыгай. Это всё-таки... Это всё-таки на время, на время! Тварь, на время! А-а-а, я... Понял, это можно рестартить. Опять отсюда! Да вы издеваетесь нафиг. Значит опять на лифте укатится. Я не успею. Отопрыгнешь ты! Упавший вертолёт! А-а-а! А куда? Я просто по наитию пытаюсь бежать. Нет! 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 Давай! Беги! Да ну, зачем ты вперёд-то прыгнул? А-а-а! Чёрт! А-а-а! Естественно! Да хорош! Мне ещё и с козлами бороться. А-а-а! Нет! Беги, пожалуйста! Беги, рыжий! Беги! Ну, тут я видел, что я не долетаю. Да почему же сначала-то вот это... Ммм, спасибо! Огромнейшие такие куски без чекпоинтов. Главное ему за спину прыгнуть. Ну, то есть ты видишь, что просто не допрыгиваешь уже в полёте. И такие, а, ну на, короче, чувак, держи. Это... Практически сначала там давай. Опа! Опа! Да ну... А-а-а! Это бесит! Я прыгаю нормально! Угу. Нафиг идти, козлина. Причём я это сказал не знаю сейчас, кому этому козлу или Джо, кому я это сказал. Чёрт, это душно! Это потно! Вот, самую-самую последнюю секунду прям цепляешься, чтобы хоть как-то... Лезь, пожалуйста! А, не сюда. Ну, хорошо, по крайней мере, отсюда, спасибо. Ладно, козёл там, значит туда. А-а-а куда? Я чё-то не понимаю в этой жизни? Погодите, я просто не вижу куда. А, вон туда, наверх. Сейчас я просто найду маршрут, чтобы хотя бы понять, куда мне... Вот это? Я понял. Я просто не понимал до этого, куда. Там не обозначено было. Кондиционер нужен исключительно для того, чтобы перепрыгнуть в баранину. Чтобы он меня не задержал. Поехали, поехали, поехали! Ломимся наверх! Зачем ты себя истязаешь? Зачем ты на лифте едешь? Зачем ты вообще пытаешься? Зачем ты себя истязаешь? Да ещё не конец. О! Я понял, там не надо вообще прыгать. Надо аккуратно спуститься. Нет, а вот тут надо прыгнуть. Опа! фиг поймешь серьезно так тут я пока что блокировал оба спасибо спасибо блин вопрос не прыгну так как мне нужно было так прыжок и после него отдыхаем вот нормально сюда а куда вот так понял идите нафиг пожалуйста раз два понял спасибо что собрался нет а нормально у меня чекпоинт сработал я нажал r вообще случайно я понял да хорош ну вверх прыгни да ну вы что не ну нормально а как я это должен сделать прыгни после этого пожалуйста тут я понимаю все а вот тут как я не вижу дальше дороги просто погодите есть вон тот утес но я не знаю пока зачем он ну а как я это козлятини ничего не сделаю вы издеваетесь ладно ребят есть идея попробуем сейчас кое-что все-таки вон тот уступ там не зря я по моему не все варианты с ними исчерпал сейчас посмотрим вот с другой стороны да все таки это работает ах ты козла кусок нужно развернуться потому что спасибо а а а нет же а а а а а а а разве пожалуйста а а есть как-то вот волну попадаешь и все начинается делаться правильно а бывает что попадаешь вот в антиволну и все вообще не так и персонаж не разворачивается ничего не происходит и вообще вот тут вот видите а тут просто разворачиваешься персонажа под магничек спасибо еще и козлом ударил в некоторых моментах да хорош ты уже развернулся блин как ты меня ударил да ну хорош ну видели он уже разворачивается берет короче такой опа дарю в некоторых моментах и под магничивает как нужно и все а а бывает а бывает что вот вообще никак я не знаю как это стой с другой стороны а я так уже не долечу потому что разбега не было на пробуем нет же нужно прыгать прям с самого начала тогда мы долетаем на нижний уступ и тогда все хорошо прыгать а не бежать играть спасибо забейте то есть ты ожидаешь что игра выполнит все твои команды но в определенных анимациях есть определенные мертвые зоны которые полностью отменяются что нажимаешь и ты ожидаешь что у тебя персонаж сейчас побежит и спасибо блин побежит и прыгнет а у него команда прыгнуть не прошла потому что ты нажимал в определенный момент анимации и он тебя просто бежит и получается все твои действия становятся абсолютно бесполезными да да нет я хотел сказать но не сначала же пожалуйста куда за что этом должен был зацепиться я уже пешочком просто хочу видишь с поворачиваюсь его под магничевать нажимая еще раз пробел его под магничевает есть моменты когда под магничевать персонажа и это удобно а тварь роль не имеет никакого значения ты лишь марионетками поменялись ролями если чего не сказал вот и ты каким ниточкам привязан так что твоя остановочка это спарта тварь я честно а вот и победитель отличная работа рыжий как всегда победили синие следуй за мной на фуникулер сезон финале one with the тот который с убежать запрыгивай кто-то должен педали крутить а как а вот так все понял b3 ff когда-то я был на твоем месте но мое время прошло после победы я стал архитектором арены и снова сделал шоу на стене великим ну хватит обо мне я знал что ты победишь с момент как увидел тебя спрыгивающего с того грузовика как ты нажимал все эти кнопки толкал ящики сталкивал конкурсантов это симфония хладнокровного абсолютного пренебрежения твои деяния запомнят до конца сезона или дольше если кто-то решит посмотреть повтор это да тебе бы следовало радоваться я вот радуюсь наконец смогу выйти на пенсию все не крутить дальше крутить крутить хорошо кручу все что ты делал показала что ты способен на великие дела теперь ты здесь добро пожаловать меня нет возможности пойти с тобой честь встретить магистра выпадет только выпадает только раз жизни встретишь его передавать меня привет хорошо просто иди вперед не заблудишься встретите гранд мастера с 4 до 6 за камнями раз в жизни зачем-то это вот это можно бежать можно бежать о посмотрите на это да учен сказал мне прийти сюда сэр пожалуйста горивали более крупным шрифтом ученый меньше ученый продолжай сказал мне что я победил на шоу молодец присядь здесь нет сидеть ну здорово ты победила дальше что я тоже задаюсь этим вопросом будущее зависит от тебя есть правда есть правда в этих словах мы хотим чтобы ты знал ты наш лучший кандидат спасибо сэр нынешний сезон удался на славу прошлом году получилось меня только исполнительного уборщика но теперь у нас есть ты встань сделать шаг вперед и прими этот халат символ твоей доблести или сделай шаг назад и будь навеки престижен это я щас решаю да я пошел вперед это честь для меня отлично добро пожаловать носи этот халат с гордостью и бороду отрастить отрастить не помешает спасибо сэр ну что насчет моей семьи а что насчет них они могут меня навестить разумеется как раз планируем новую передачу пусть приходят на кастинг а на шоу допрос окна в конце года там и встретитесь вся необходимая информация содержится в описании в инструкции wd 4d издания для потребителей для победителей пора за работу опаздываешь за мной сэр новый сезон вот-вот начнется ну то есть я реально мог выбрать мог пойти назад ассистент регионального менеджера менеджер прохладно сегодня холоднее обычного сэр а вы не тот босоногий из прошлого сезона кстати я в ботинках да можно у вас автограф попросить сэр позже они уже подъезжают опаздывают снова как прибудут направить ко мне есть сэр ну что ж круг замкнулся круг замкнулся блин 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 ну то есть я понимаю что нам не расскажут все нам не покажут все это слишком маленькое окошко в этот огромный мир но но мне так понравился так понравилась эта игра да тут полно жестокости полно всякое такое но кстати внизу написано министерство трансляции если что не знаю я в полнейшем в восторге от этой игры она она довольно сложная она довольно хардовая то есть и загадки такие неплохие встречаются было пару раз когда мне прям приходилось поломать голову это приятно они такие на грани то есть чаще всего ты их можешь решить немножко подумав но бывает пару моментов когда тебе прям приходится задуматься это такое приятно и сам геймплей геймплей очень приятный то есть есть некая кинетика движения ты не просто останавливаешься и останавливаешься есть некая кинетика движения но к ней нужно привыкнуть управление очень приятное очень отзывчивое ты чувствуешь но вот опять же то что сказалось в последнем забеге иногда ты попадаешь в черную волну когда у тебя твои действия смешиваются с анимациями у тебя начинает все идти не так но если ты все правильно рассчитываешь если ты все нажимаешь вовремя то все работает как хорошо отлаженный механизм как хорошо отлаженная машина и играть очень приятно вот то есть если ты понимаешь механику той головоломки которая перед тобой стоит ее можно пройти и все нормально даже вон та головоломка на которой пожалуй вдоль всего задумывался там где нужно было девушку скинуть чтобы ее засосало в трубу я просто потом понял что я неправильный путь подобрал к решению и потом когда я сделал все правильно все решилось очень быстро я прошел там с первого или со второго раза поэтому нет с точки зрения геймплея игрушка просто офигенная спасибо за вашу поддержку спасибо ворон спасибо очень вам советую в нее поиграть самим чтобы это прочувствовать а пока что будем заканчивать я очень вам рекомендую эту игру мы с вами встретимся в других проектах в других играх в других мирах всем удачи добра добра все молодыши и всем покеда спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!